Дарья Дезон Ошибка Творца Бог делает все вещи хорошими, но человек сует в них свой нос и превращает в зло. Руссо А если так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Заболоцкий Отрывок из зеленой тетради Лет пять тому назад, где-то через год после смерти матери, я нашел в завалах на антресолях древний чемодан из коричневого кожзама с металлическими уголками. Отпрыгнул, будто все эти годы был наготове, под моими неловкими пальцами железный замочек. Я открыл крышку и замер, как герой союзмультфильма перед сундуком Али Бабы. Внутри, переложенные свалявшимися комьями желтоватой ваты, лежали советские елочные игрушки. Настоящее сокровище. Такие далекие по цвету от современного китайского ширпотреба, они выглядывали нежно-изумрудными, апельсиновыми, пунцовыми, хрупкими бачками. Серебристая пыль, призванная некогда изображать новогоднюю изморось, осыпалась в вату. Некоторые оказались чуть побиты, обнаруживая полое нутро. Снегурка на прищепке, разнокалиберные шары, домик под снегом и даже пара кукурузных початков, фисташково-зеленый и золотой. Я аккуратно перебирал их, вспоминая. Удивительно, как лишенным жизни старым предметам дано отбросить нас в прошлое. Я вспомнил, что кроме игрушек ёлку украшали тонкой мишурой из фольги и похожим на серебристый ёршик дождиком. А под ёлку ставился пластмассу и Дед Мороз, сторож подарков, которые неизменно выкладывали для меня взрослые холодным утром первого января. Я раскатывал по нашей большой комнате в коммуналке на трёхколёсном велосипеде, мешаясь у матери под ногами. Она сновала из кухни в комнату с тарелками студня, которому ещё предстояло застыть, Наполеоном, которому ещё предстояло пропитаться. Я вспомнил звук сечки, яростно шинкующий капусту в деревянной миске, гром противней. Жар, насыщенный запахами пирогов, из кухни, холод, тянущий морозным озоном, из форточки. И чтобы окончательно добить меня ностальгии по-невозвратному, чемодан отдал мне свою последнюю драгоценность. В глубине, под слоем ваты, лежали несколько тетрадей по сорок восемь листов, чуть пожелтевших от времени. На обложке, там, где положено писать фамилию, было старательным почерком выведено «Дневник». Я сглотнул, их перебирая. Я и не помнил, что вёл дневник, да ещё и так настойчиво. Тетрадей было четыре штуки, и каждая пронумерована тонким карандашом матери. Один, два, три, четыре. Не решившись читать их сразу, я положил тетради на тумбочку рядом с кроватью. Как вечернее чтиво. Вечером же выяснилось, что дневник был не настоящий, а лишь разновидность читательского дневника, который от нас требовали в школе. Но вёл я его по институт включительно, перерабатывая и обобщая полученную из книжек информацию. Последняя, четвёртая, тетрадь, была заполнена едва наполовину. Дальше шли чистые листы в линейку с отчёркнутыми полями. В тот день, отложив дневники и выключив свет, я ещё долго думал о матери, перебирая воспоминания о ней, как те хрупкие ёлочные игрушки. Как она, накрасив рот, облизывалась привычной кошачьей гримаской, делясь алым жирным глянцем с нижней губой, или жёлто-белые полосы на её махровом халате, уже выцветшем, с торчащими нитками, купленным у золотозубой цыганки где-то на полустанке по дороге к морю. Или вот ещё, запах земляничного мыла, которым она перекладывала свои вещи. Такой химический и такой родной. А ещё через несколько месяцев и случился наш разговор. Я вдруг взял ту последнюю тетрадь и ручку, всегда лежащую на тумбочке рядом с деловыми бумагами, открыл на чистой странице, ближе к концу. — Дорогая мама, — дописал я и вздрогнул. Почерк, испорченный компьютерной клавиатурой, выглядел совсем чужим. — Я не знаю, как мне поступить, и, к счастью, уже не могу спросить тебя. Ты не пережила бы такого вопроса. Мне придётся убивать. Я легкомысленно разбросал камни, и вот пришла горькая пора урожая. Но если я стану убийцей, то не смогу больше обратиться к тебе, даже в мыслях. Поэтому прощай, мама. Теперь уже навсегда. Алиса Сергей Николаевич коротко нажал на кнопку звонка, чтобы предупредить о своём приходе, и сразу же сам открыл дверь. «Я дома!» — крикнул он в сторону второго этажа, ожидая лёгких шагов сверху и её появления в коротком шёлковом халате на лестнице. Ликующее всплёскивание руками будто бы не было. Это взлетающая птица. Быстрый перебор длинных ног по ковровой дорожке лестницы вниз. Бросок к нему на шею. Любимый! Прелесть свежих семейных традиций. Никто никогда не встречал Рудовского с такой радостью, и весь этот пируэт вокруг его прихода был тем, ради чего он и спешил домой. Но сегодня в доме было тихо. Очевидно, Алиса задержалась в институте или в театре. Он разочарованно пожал плечами. Обидно, но ничего страшного. Зато будет время приготовить для неё сюрприз. Ужин. На неделе едой занималась домработница. Ну, а сегодня суббота. У домработницы выходной. Значит, ему и кухарничать. Никогда не думала, что мужчина может так вкусно готовить. Говорила ему Алиса, отправляя в красиво очерченный рот очередной приготовленный им деликатес. И он, как всегда, не мог отделаться от желания снять всё это в сильном увеличении на камеру, как рекламный ролик. Алису вообще всю можно было снимать в сильном увеличении, не опасаясь изъяна. И всё воспринималось как реклама. Но реклама её плеч, пальцев, глаз, волос, любая драгоценность, любая шмотка, которую он ей дарил, не украшала её, а, напротив, украшалась ею. С ней можно было снимать всякий жанр. От тупой комедии до фильма ужасов. Сюжет не имел значения, когда она появлялась на экране. Ни на кого больше уже не хотелось смотреть. Думать, что подобная женщина любит его, живёт рядом, спит с ним, немолодым мужчиной, пусть и с интересной сединой, казалось Рудовскому ежедневным чудом. Ничего, что она задерживается. Тем приятнее будет самому встретить её, снять с неё плащ и туфли на каблуках, помассировать утомлённую маленькую ступню и накормить. Он вынул из пакета кусок вырезки, которую собирался запечь, азербайджанские помидоры, щедрые пучки эрегано и кинзы, красный сладкий лук, молодую картошку. Удовлетворённо кивнул. Надо переодеться. В костюме готовить было не с руки. Рудовский сполоснул руки, вытер их наскоро кухонным полотенцем и поднялся наверх. В комнате распахнул дверцы гардеробной, он быстро выбрал футболку и джинсы. Модные, с молодёжными прорехами на коленях. Дань молодой жене. Повесил костюм, бросил, не глядя, рубашку в корзину для грязного белья. Заглянул в зеркало, провёл крупной рукой по начинающим сидеть, но ещё густым волосам. И замер. На белоснежном ковре, за огромной постелью, торчали ступни ног. Те самые рекламные маленькие ступни с красным педикюром, которые он так любил ставить на ладонь. «Алиса!» — крикнул он, мгновенно испугавшись до обморока. И, бросившись к ней, запнулся на ковре, рухнул в ногах. Ступни были тёплые. На секунду ему показалось, что всё в порядке. Ну, почти всё. И, обхватив их, он нашёл силы поднять голову и взглянуть туда, где на шёлковом розовом халате расползлось бордовое пятно. Субтитры создавал DimaTorzok